Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами очередной обзор на видеоролик, когда Уралочка с Сафаром поехали развлекаться в Екатеринбург. Вы знаете, я думала там и правда у них будут какие-то интересные развлечения, но развлечения начались, как вы думаете, с чего? Конечно же, да, с кафешки, потому что, видимо, это было условие Уралочки. Пока не подкрепятся они, никуда не пойдут. Пол видеоролика сидели в кафешке и радовались то, что они смогут записывать, в принципе, всё то, что хотят. И музыку, и она помехой не будет, потому что всё равно Ютуб отключил монетизацию, и там не сработают авторские права, а на дзене можно, да, и неважно, есть музыка или нет музыки. И, в общем, значит, развлечения начались с кафешки. Кто что себе заказал? Вы знаете, мне вот абсолютно всё равно, что заказывает Сафар, что заказывает Абдугани. Я всегда смотрю за нашей малоежкой Уралочкой, которой нет, она ничего не кушает, она вообще ничего не ест, она совсем мало кушает, да, и то, что она полная, это абсолютно никак не зависит от еды. Ну, собственно, знаете, ребят, тут полная, неполная, вот до лампочки, просто понимая, что человек имеет группу инвалидности, едва передвигается и вот позволяет себе такое безобразие желудка, да, то есть праздника этого желудка ежедневного. Ну, и я, говорит, взяла себе чебурек, ну, самая, слушайте, классная еда для Уралочки, чебурек, да, тесто жареное, ну, я сразу вспоминаю, ребят, её слова, жирное, жареное, назло хейтерам. Ну, она же всё назло нам делает, но только получается, что нам-то безразлично, нам-то до лампочки, что она там ест, что она там пьёт, это её здоровье, нам ни тепло, ни холодно, ни мы же травим себя, а она это делает. Значит, дальше я думала, что это всё, она сказала ещё, тем более, что, ой, я сейчас съем этот чебурек и наемся, но не тут-то было. Ещё принесли целую тарелку шашлыка нашей Уралочки. Блин, она вообще-то и не наша. Какая она, ребят, наша? Она не наша, совсем не наша. Ну, и, значит, чё они? Посидели, поели, уже не показывали, как они там этот шашлык ели и люля-кебаб, а уже дальше пошли. Но, слушайте, ограничился праздник только аттракционами. Снимали они аттракционы, когда просто люди катались, просто обычные люди, и даже не обдуганий, и вот зачем это, кому это интересно. Ну, и, конечно же, Уралочка присела на лавочку, пока там где-то какие-то билеты покупались, да. Потом Сафарчик рядышком присел на лавочку. И, слушайте, на тридцатой минуте там играла музыка, и Уралочка решила поприжиматься к любимому мужу, да. Ну, подёргаться так. И, ребят, я сравнила прям свои кадры с праздника города. Как же ей хочется чё-то подобное повторить. Я вот замечаю, что как же ей хочется что-то повторить. Как же ей хочется каких-то соревнований дурацких. И это, правда, ребят, уже становится просто смешно. Ну, а самую, конечно, главную заботу Сафар показал, когда, в общем, там покачались, да, на этих каруселях, другие ей дети, обдугани, в общем, неважно, да. И когда уже начался дождь, как Сафар вёл Уралочку. Вы видели? Она его не под руку взяла, как ей удобно. Она, между прочим, говорила, я с палочкой, и поэтому, ну, якобы, я смогу там по парку походить, и достаточно много походить. А тут, да, значит, она взяла Сафара, то ли он её просто как взял за руку, как будто эту руку нёс, как будто для показухи, что он ей помогает идти. В итоге, ребят, в итоге она шла без зонта, обдугани с зонтом. Ей даже зонт не дали, да. А потом, в итоге, уже в конце дали зонт, и она шла сама. И ещё говорила, вы идите, а я потихоньку пойду. Знаете, истинный джентльмен, любящий муж, не допустить никогда. Он даст зонтик, он возьмёт под руку, он будет идти рядышком. А здесь, ребят, такая показуха, ну, я не знаю, просто нет слов. В общем, что сказать здесь? Абсолютно ни о чём. Ну, абсолютно ни о чём. Ну, просто хотелось Уралочке заснять праздник города. Что она увидела там? Она даже на концерте не побыла. Но это же интересно. Это же интересно послушать песни, ещё там что-то, да, а не сидеть и смотреть на аттракционы, как кто-то там катается, как кто-то там кувыркается, и при этом рассказывать, что «Ой, а я это с детства помню, а я вот это вот помню, ой, а это вообще, а я сюда если бы села, то всё, а сюда бы вот я села, но там ступенька, я не поднимусь». Жесть, ребят, но целый детский сад. Что детский сад по поводу еды, она всё помнит, и она всё знает, да, что, как пахнет, какой у еды из детского сада вкус. В этом, да, с ней точно равняться некому. Но вместо того, чтобы послушать концерт, прогуляться, ведь она с мужем рядом и с палочкой, она уселась на лавку и сидела, смотрела на аттракционы. Детский сад, ясельная группа. Ну, а про Сафара я вообще, ребят, молчу. Тот бесконечно смеялся. Мне даже кажется, что он никогда столько не смеялся, просто впустую. Но мы прекрасно с вами понимаем, что руководит этим смехом. Но неужели он не может ограничивать себя в съёмках в таком состоянии? Ну, серьёзно, ребят, неужели он сам не видит, насколько он глупо выглядит с этим идиотским смехом? Хотя не знаю, что он может видеть, что он может слышать. Ну, и уже в конце самом видеоролика Сафар показал, что там в квартире, что там сделали. И, опять же, получается, Уралочка туда не ходила, ну, не ходит дамочка. И тут что-то не то. И тут что-то не так, чтобы наша уральская дамочка не заходила в свою квартиру и не смотрела, что там сделали. И, может быть, какие-то у неё были бы, да, предпочтения. Ну, нет, всем заправляет Сафар. И уралочки, и правда закрыта. Дверь, получается, в собственную квартиру. Мы прекрасно слышали, как он говорил, Ола, ты туда не ходи, а я и не пойду. Вот такие вот дела, мои дорогие. Ну, да, получается, развлекли желудки, посмотрели на аттракционы, и на этом всё. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok